добрый вечер уважаемые участники рад приветствовать вас на нашем новом вебинаре с которым мы проводим вместе с александром элдером каждый месяц мы ждем этого вебинара а во первых мы ждем как раз после сводку последних событий да особенно сейчас это интересно уже после выборов да то есть как америка живет после выборов на послушать мнение александра также обязательно подведем итоги нашего конкурса и объявим нового победителя который будет в ноябре на и подарим также книгу с автографом александра объявим о новом конкурсе новая акция для рассмотрения в общем будет как всегда интересно ну а прежде чем мы начнем я как всегда в самом начале напомню о рисках потому что торговлю на финансовых рынках всегда связано с рисками и прежде чем переходить к работе на реальном счету прежде чем заниматься инвестированием или трейдингом важно с рисками ознакомиться мы безусловно также касаемся данного вопроса в ходе наших вебинаров несколько слов у компании адмирал маркетс для тех кто присутствует впервые на этом вебинаре впервые возможно слышат про нашу компанию адмирал маркетс является брокером мы предоставляем возможность как классической торговли именно с исполнен кредитного плеча по акциям по валютам также предоставляем а возможность инвестирования когда вы можете выбирать акции составлять долгосрочный портфель и собственно это использовать мы предоставляем огромное количество площадок это американский рынок европейские азиатские рынки поэтому всегда можно найти что-то интересное но было преимущественно из ликвидных конечно инструментов в рамках адмирал маркетс мы всегда уделяем огромное обучение внимание обучению поэтому в том числе и запустили данный формат вместе с александром потому что александр это пожалуй ну ключевой человек в трейдинге который как раз делится своим опытом делится своим мнением и эти знания всегда полезны а также я рекомендую для всех участников подписаться на наш youtube канал потому что именно там будет проходить следующий розыгрыш сейчас я буду скидывать сразу же ссылки и если вы на него еще не подписаны то можете сразу же это делать чтобы потом следующий раз не пропустить записи вебинаров но этот контент который мы туда соответственно добавляем для максимальной оперативности я также рекомендую подписаться на наш телеграм-канал потому что там мы всегда оперативно напоминаем про вебинар добавляем туда запись запись в телеграм-канале мы оповестим наших подписчиков в первую очередь когда запись будет загружена поэтому если вы пропустили в какой-то момент какой-то вебинар то там он обязательно появится и так сейчас я готов передать слово александру всегда как я уже сказал мы ждем этот вебинар с нетерпением всегда интересно услышать мнение александр из первых уст и в этот раз да то есть мы уже встречаемся после выборов прошлый раз мы встречались практически накануне до за неделю а сейчас интересно на также послушать мнение александра того как как живет америка сейчас да вот в этот можно сказать ну уже не знаю можно сказать переходным периодом да вроде а трамп уступил белый дом но тем не менее то есть такой период подготовки сейчас ну и конечно то как действуют сейчас рынки что сейчас происходит а поэтому александр я со своей стороны готов передать слово вам спасибо большое роман спасибо за доброе вступление и совершенно согласен с вами что предупреждение о каких о потерях обязательно постоянно сталкиваешься с рекламой когда говорят легко заработать деньги 10 минут 10 минут в день без знания арифметики все будет в порядке это все это все конечно напоминает мне о замечательной российской поговорке единственное что бесплатное в мире это сыр в мышеловке на самом деле это серьезная игра надо работать надо вкладывать время энергию деньги но результата стоит этого кроме того сама игра невероятно интересно прежде чем переходить к анализу рынков хочу объяснить искать фон с которого я выступаю я нахожусь данный момент на стройке можно сказать мы мы с женой купили дом очень хороший дом но предыдущий хозяин был очень старый поэтому массу всяких делается дел как вы видите такая довольно пятнистая стена за мной мы приехали сюда поскольку завтра праздник нам нужно со всеми рабочими переговорить у нас два плотника сейчас работают американцы два штукатурщика один украинец из крыма другой узбек кроме того бегают две собаки прямо как в книге каждой твари по паре я говорит уже нет может вторую жену нужно еще взять чтобы но она против этого почему-то поэтому жена единичного экземпляра всех остальных два я им всем сказал чтобы были потише но если вы услышите шум то я очень извиняюсь если будет очень шумно я приду и не напомню что надо молчать что происходит в америке произошли выборы которые к моему сожалению к сожалению 73 миллионов человек трамп проиграл трамп раскрутил американскую экономику до уровня когда она не до котором она еще никогда не была до самого до высочайшего уровня этой экономики трамп добился колоссальных успехов во внешней политике в частности это первый президент за 50 лет который не не ввязался ни в воен ни в один военный конфликт не послал никаких войск за границу и наоборот резко уменьшил количество американских военнослужащих за границей я уже не говорю о том что он принес мир на ближний восток израиль заключает дипломатические отношения со странами которые раньше спали и видели что его смески то есть он добился колоссальных успехов почему он проиграл против он он грубый трамп грубый вульгарный человек я давно уже сказал долго до выборов не то чтобы он ко мне просился в гости но вот я бы не хотел его иметь в гостях он грубый он вульгарный но мне это как-то без разницы потому что я голосую не за друга не за гостя я голосую за президент своей страны но многие люди на это смотрят иначе и особо и голосуют против него просто вот он вот он их коробит в каких-то деталях он груб даже но не по делу например он долго и много наезжал на бывшего кандидата республиканской партии маккейна который сенатора маккейна и бывшего военного летчика который во вьетнаме в тюрьме просидел сколько-то лет вот он на него наезжал в результате когда маккейна хоронили он сказал чтобы трампа ноги на его похоронах не было и аризона откуда маккейн он из аризоны аризона которая всегда была республиканским штатом проголосовала против трампа почему потому что а маккейна их любимец он умер и значит они гонят вот так вот он антагонизировал всех это один фактор но главный фактор это то что я не думаю что обманы на выборах сыграли такую ключевую роль они были конечно но я не думаю что это было так много всегда есть какое-то легкое мухлевание но почему он привел пресса на него ополчилось открываешь любую почти любую газету я читаю wall street journal одна из немногих крупных газет которая держит держалась в пользу трампа обычно открываешь любую газету new york times washington post телевизионные каналы все на него катят бочку и приезжаешь за границу иностранная пресса катит на него бочку почему разговариваю я разговариваю с казалось бы с нормальными людьми из европы вот трамп негодяем и против него почему ну потому что в прессе так написано то есть его противником на этих выборах на самом деле был не байден его противником была пресса и что произошло обычно когда выигрывает президент от одной партии то партия этого президента зарабатывает больше мест в конгрессе а на этих выборах демократы потеряли кучу мест они они держат большинство на крошечное то есть люди голосуют за политику трампа но против него как личности вопрос теперь что будет самый важный вопрос в политике сейчас в январе будет второй тур голосования в штате джорджа оттуда должны прийти два сенатора два сенатора в сенат в америке в парламенте двухкамерная система значит нижняя камера это конгресс там несколько сотен человек и они избираются на два года в сенате ровно сто человек и их избирают каждые семь лет и любое серьезное дело должно быть проведено через сенат то есть если президент хочет назначить кого-то верховный суд если президент хочет назначить посла если президент сенат контролирует сенат это очень серьезный барьер для президента когда они в одной партии все в порядке сейчас республиканский сенат и в эти дни еще республиканский президент они работают вместе и у республиканцев 50 было по крайней мере если сейчас но это заканчивается в январе 53 место у демократов 47 поэтому в принципе республиканцы побеждали когда хотели были очень редкие случаи когда какие-то республиканцы голосовали против республиканского кандидата сейчас на данный момент 51 49 и вот из этих 51 двое идут на повторный тур джоджии если их задробят если если их обоих задробят и если их задробят то получится 50 на 50 это значит что когда в сенате голоса 50 на 50 и возникает конфликтный вопрос то вице-президент идет голосовать 101 голосом то есть республиканцам необходимо победить хотя бы в одном из этих вторых туров в джорджии брошены огромные средства огромные деньги естественно обе партии колоссально заинтересованы в том что происходит там ждем это значит в январе мы будем знать чем закончится эта эпопея не мне кажется что республиканцы победят там но не раз ошибался и потом вопрос возникает кто кто будет республиканским кандидатом на выборах в 2024 году трамп говорит что он хочет что если его прокатят сейчас его похоже уже прокатили он хочет но четыре года долгое время и посмотрим что будет происходить и кстати кстати у роли сената байден уже говорит у меня значит эта женщина будет министром финансов этот мужик будет еще каким-то министром и он назначил какого-то мужик я буду назначать кого-то мужика испанского происхождения по моему на пост главы американской разведки то есть есть агентство который объединяет там 7 разных разведок фбр цру всех всех а республиканцы уже выкатили что оказывается при обаме этот мужик торговал грин картами и получил за это порицание от обамы и франции говорят а мы будем голосовать против него такой человек не может быть командиром нашей разведки то есть вот это вот роль сената как контрольного момента над президентом президент не может делать все что хочет поэтому голосование в январе очень важно посмотрим что будет вот такая короткая сводка я не политик я не политик для того чтобы быть политиком в америке по крайней мере нужно иметь первое дело нужно иметь колоссально толстую кожу а ко мне это к сожалению или к счастью не относится я очень так ощущаю вот такие такие дела а кроме того это не то понимаете это же это это не то как во многих странах восточной европы что президент решает все и президент остается на всю жизнь здесь у системы есть огромная инерция и и кроме того конечно у системы есть разделение власти совершенно независимые друг от друга административная власть это президент легислативная власть это конгресс и сенат и юридическая власть суд а суды сейчас запакованы республиканцами республиканскими юристами так что не то что сейчас трамп развернет все это одна хорошая новость по крайней мере для для украинца который у меня работает сейчас штукатурит мой мой новый дом байден пообещал амнистию нелегальным иммигрантам 11 миллионов человек попадут под амнистию в первые сто дней его власти посмотрим 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 я буду рад за своего друга перейдем к рынкам я бы хотел я бы хотел для начала прежде чем мы будем смотреть на график снп роман если вы мне позволите я хотя бы показать график новых высот новых низов со своего компьютера могу это сделать да конечно как раз при него спрашивали сейчас очень хорошие вопросы пришли в этот раз я я с удовольствием буду на них отвечать сейчас я открою только этот этот график ну хай не лоу кап так так коллеги сейчас буквально одну секундочку сейчас я верну до александра а 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 коллеги да прошу прощения сейчас одну буквально секунду а Продолжение следует... Включите, пожалуйста, звук. Сейчас у вас должно быть слышно. Только включите звук, пожалуйста, у себя. Так, нет, звука нет. Нажмите на микрофон, чтобы у вас было слышно. Все, все. Сейчас еще экран. Прошу прощения. Вы знаете, я всегда считаю, что я чего-то напомню. Портачил. Меня всегда очень удивляет, когда это не я, а когда это кто-то другой. В данном случае вы. Я привык к тому, что ошибки все мои. Так, я ищу какой... Нет, это не то. Сейчас мы видим ваш экран. Да, сейчас мы видим экран. NewShare. Я ищу TradeStation. Она у меня открыта. Whiteboard, iPhone, iPhone, Context, Microsoft. А вы можете просто переключиться на TradeStation, и я думаю, что мы увидим сразу. Окей. Сейчас вы видите? Да, да, все отлично видим. Прекрасно. Прежде чем мы вернемся к вашей программе, которая очень хорошая и практичная, и легко доступная во всех странах. Я пользуюсь TradeStation, которая очень популярна среди профессионалов в Америке. И здесь хочу показать вам, сказать, вот что. Значит, на экране вы видите дневной график Standard & Poor's 500, S&P 500. Я всегда пользуюсь импульсной системой, которая описана в большинстве моих книг, значит, когда и скользящая средняя, и гистограмма, MACD гистограмма поднимается, график зеленый, когда они опускаются красный, когда они нейтральны, и он синий. Что мы видим здесь? Значит, начался подъем у левого края, март, который продолжается и по сей день. Вчера DAO поднялся до новой рекордной высоты. Внизу индикатор, которого, в принципе, ни у кого нет. Его изобрел один из моих учеников, поделился со мной, и сейчас на строе он, я и у нас есть еще одна сотрудница в Испании. Мы его ежедневно отслеживаем и обмениваемся мнениями. Это индикатор новых высот, новых низов, о котором я поговорю немножко позже сегодня. Но когда люди смотрят на новые низы и новые высоты, новые высоты – это лидеры силы, а новые низы – это лидеры слабости. И мы все смотрим на цифры, каких больше. Значит, вчера было почти две тысячи акций, которые поднялись до новой высоты. Но при этом было только пара сотен акций, которые опустились до новых низов. Ясно, какие преобладают. Этот же индикатор – это индикатор новых высот, новых низов, где количество этих высот и низов помножено на капитализацию этих акций. Определение. Что такое капитализация? Компания выпускает миллион акций, и акции стоят 10 долларов за штуку. Значит, капитализация этой компании – 10 миллионов долларов. Тот, кто скупит все акции, за 10 миллионов долларов приобретет компанию. Это стоимость компаний. Так вот, капитализация компаний, как Tesla, Microsoft, Google, Amazon – огромная. А есть совершенно маленькие компании, они котируются на бирже, люди ими торгуют, но у них капитализация в десятки, а то и в сотни раз меньше, чем у лидеров. Этот индикатор умножает капитализацию всех акций, поднявшихся до новую высоту, на количество этих акций. То есть, когда зеленая линия, это линия, отражающая новые высоты, поднимается выше уровня 20 миллиардов долларов в день, это показывает, что огромные, тяжелые, большие деньги идут на покупку. И вы видите на экране, это произошло в июне, это произошло в сентябре, в октябре, это произошло совсем недавно, где-то две недели тому назад, 10 дней тому назад, в ноябре. Что это значит? Значит, это дает два сигнала. Во-первых, это показывает, что большие деньги идут на покупку, и что это не финальный пик, что после этого пика должен быть более высокий пик. Сигнал номер один. Сигнал номер два в то же самое время, он показывает, что рынок переоценен, и кратковременно ему нужен отдых. Я надеюсь, что она видна, полосочка, которая выскочила на экране. Вот так вот, пик, и через день вершина рынка. Пик, и это день, после которого рынок разворачивается вниз. Пик, и это день, когда рынок разворачивается вниз. Поэтому, глядя на этот график, мой взгляд на рынок таков. Мы находимся в бычьем рынке. Рынок идет вверх и будет продолжать идти вверх. Но в краткосрочном диапазоне рынок переоценен. И у правого края уже развивается медвежья дивергенция. Поэтому этому рынку предстоит отдых, после которого будет очередной новый подъем. Мой взгляд на американский фондовый рынок в данный момент. Роман, наверное, мы вернемся теперь к вашей программе. Посмотрим те рынки, которые мы традиционно всегда смотрим. СНП, золото, нефть, то, что вы хотите. Да, вот сейчас мы тогда пройдемся по основным инструментам. И дальше уже сможем перейти на вашу платформу для удобства и для быстроты. Посмотреть тогда акции. Да, вот сейчас открыл СНП-500. СНП-500 мы видим в центре графика. Значит, всегда стратегическое решение на недельном графике, тактическое на дневном. Слева недельный график. Мы видим рекордный пик в феврале этого года. Потом начинается этот китайский вирус. Рынок идет в жесткий облом. И очень быстро разворачивается и идет вверх. И продолжает идти вверх по сей день. Тренд вверх. Обе скользящие средние поднимаются. У правого края начинается медвежьая... Строится ее еще нет. Но строится медвежья ревергенция. Вы видите высоту МСД гистограммы летом. Потом небольшой пробой вниз. И высоту гистограммы сейчас. То есть, рынок явно ослабевает. И это в порядке. Потому что у вас есть два способа покупать. Вы можете просто закрыть глаза и покупаем сегодня. Или вы можете сказать, я хочу купить по нормальной цене. А нормальная цена – это когда акции падают в то, что я называю зоны ценности. Зоны между двумя скользящими средними. И это происходит каждые несколько месяцев. Ну, конечно, ни у кого нет терпения. Покупаем сегодня, покупаем сегодня. Но если у вас есть терпение, то лучше, конечно, покупать в зоне ценности. Идем к правой стороне. Смотрим на дневной график. И мы видим, опять-таки, что вчерашний пик был на очень слабом уровне МСД гистограммы. И вообще ни в каком уровне индекса силы. То есть, рынок поднялся, как говорится, на горячем воздухе по инерции. Это опасное время сейчас. Опасное время покупать. Но при этом это хорошее время быть готовым к покупке. Опять-таки, покупка в зоне ценностей или немножко ниже этой зоны. Мой взгляд на рынок S&P. Давайте, наверное, посмотрим другие какие-то рынки. Вы хотели? Да, давайте посмотрим DAX. Очень похожая картина. Очень похожая картина. Причем, хочу сказать, серьезный трейдер выполняет домашнюю работу, независимо от того, он торгует сегодня-завтра или нет. Это как зубы чистит. Даже если на улицу не собираешься выходить, все равно чистишь. Эту работу нужно делать регулярно. И вот одна из таких регулярных работ, которую я делаю каждый уикенд, я рассматриваю 14 ведущих рынков мира. Китай, Япония, Германия, Англия, Южная Корея, Бразилия и т.д. И я смотрю на их импульсную систему, которая отражена, кстати, на экране здесь у Романа. Я смотрю на их импульсную систему, и я отмечаю, сколько из этих рынков зеленые, сколько красные и сколько синие. Так вот, на месячных графиках, на месячных графиках все 14 зеленые. И плюс, конечно, Соединенные Штаты 15. На недельных графиках 13 из 14 зеленые. То есть, что это значит? Что рынки колоссально сильны, и при этом они очень переоценены. Это ненормальная ситуация, когда все в один цвет. Когда все в один цвет красные, я ищу покупки. Когда все в один цвет зеленые, я ищу возможности продажи, игры на понижение. И вот в этой программе, в Метатрейдере, которой пользуется Роман, вы видите, посередине идет такая полоска, и в ней штрихи. Зеленые, синие, красные. Вот это вот, они показывают вам цвет гистограммы. Сказавши это, смотрим на Германию, немецкий рынок бьется головой об потолок. Он слабее американского, он не достиг, как вы видели несколько минут назад, американский рынок выбил февральский пик и торгуется гораздо выше. Немецкий рынок слабее, он не достиг еще февральского пика, и сейчас происходит третья атака на этот уровень сопротивления. Глядя на то, насколько слабее индекс силы. МСД гистограмма около нуля, она поднимается, она около нуля. Посмотрите, как ослаб индекс силы. Опасная ситуация, опасная ситуация покупать немецкий рынок сейчас, я считаю. Смотрим справа на дневной график. Ничего особенного, вы знаете, ничего особенного. Дивергенции нет, индикаторов никаких особых нет, и импульсная система синяя уже третью неделю. И рынок практически не изменился. Вот он взлетел, когда это было 9 ноября, по-моему. Он взлетел, и с тех пор он толчится на одном месте. Единственное, кто зарабатывает, это дейтрейдеры. А тренда никакого нет. Опять-таки, можно сказать, ну вот сейчас Новый год, все будет хорошо. Все будет хорошо. Закрываем глаза и покупаем. Или, можно сказать, что эта собака долго борется и никак не может выкарабкаться. Давайте-ка лучше подождем, пока он опустится, этот рынок, в зону ценности. В зону ценности. И когда он будет опускаться, импульсная система, кстати, станет красной. Это будет видно на этой полоске в метатрейдере. И когда она перестанет быть красной, вот тут-то мы это дело и купим. Кстати, вы можете показать, Роман, поставьте указатель, в последний раз на дневном графике, когда импульсная система перестала быть красной. Неплохое место купить, как вы скажете, да? Хорошее, да. А перед этим, если вы посмотрите, в сентябре был такой довольно долгий период красных баров, и потом был бар, когда система перестала быть красной. Опять-таки, как такое место для покупки. Вот этого я жду для того, чтобы покупать рынок. Чтобы рынок опустился, нарисовал бы несколько красных баров, и потом первый некрасный бар. Вот тут я действительно сижу с рукой на кнопке. Спасибо, Александр. И очень интересно услышать ваше мнение по инструменту, который в отличие от всех других, которые мы пока смотрели, падает это золото. Вы знаете, иногда не знаешь, смеяться или плакать. Сегодня у нас среда, в понедельник. Это первый длинный-длинный бар такой вниз. Я давно не торговал золотом. А тут я решил, что надо, что он выглядел у самого донышка. Вот третий бар справа, на правом графике. Вот самый сегодняшний бар, вчерашний и позавчерашний. Это понедельник был. Он был около самого донышка. Я люблю торговать против, покупая низко, продавая высоко. Я купил золото. Нет, 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 так низко я не пошел. Я купил золото вот на этом уровне. И оно чуть-чуть поднялось. Чуть-чуть поднялось. И что-то мне слабо стало подниматься. Я думаю, я на него гляну позже. Я продал золото и сделал 1 доллар 20 центов прибыли. Это 120 долларов за контракт. И все. И занимался другими делами весь день. Во второй половине дня я взглянул на золото. Оно на 30 долларов ниже. То есть я поймал 1 доллар 20, но я пропустил, конечно, колоссальное падение. Вчера то же самое. Народ паникует. Народ паникует. Когда я смотрю на такие фигуры, вопрос, который возникает у меня. То, что я про себя сказал, это просто, знаете, нужно быть осторожным. Не идет в твою сторону, выходи быстро. Я вышел быстро и даже чуть-чуть выиграл. Вместо того, чтобы надо было играть на понижение, конечно. Но это не было сигнала. А сейчас, я бы стал следить за золотом для покупки. Народ паникует. Народ паникует. Импульсная система на недельном графике слева красная. Импульсная система на дневном графике справа тоже красная. Значит, когда импульсная система красная в обоих таймфреймах, сигнал можно играть на понижение, можно стоять в сторонке, но нельзя покупать. Но по мере того, как народ все больше пугается, все ближе момент, когда золото достигнет донышка. Возвращаемся к недельному графику. У самого левого края, у самого левого края этого графика, не у правого, а у левого, противоположного, мы видим, как золото опустилось ниже уровня ценности, тут и была прекрасная покупка. Несколько месяцев спустя золото опять опустилось ниже уровня ценности, опять покупка. В феврале-марте этого года опять была паника, опять хорошая покупка. И сейчас происходит паника в золоте. Так мы ожидаем хорошей покупки или мы ожидаем, что все, золото выходит из моды, больше оно никому не нужно. Я бы начал присматриваться к донышку. И вот здесь очень помогает импульсная система. На этом графике, на недельном, импульсная система красная, которая говорит, Алекс, можешь, это сказать, как чужая жена, можешь смотреть, но не трогать. А когда импульсная система станет из красной синий, то вот тут это дело станет интересным. Причем эта перемена с красного на синий произойдет сначала, 99% случаев происходит сначала на дневном графике, а потом уже на недельном. То есть стоит ожидать покупки золота не сегодня и не завтра, и, скорее всего, даже не на следующей неделе, но в ближайшие недели, в ближайшее время. За этим надо следить. Как не забыть про это? Понимаете, очень легко забыть, что я слежу купить золото. Как вообще помнить это, что за ним надо посматривать? У меня была подруга тысячу лет тому назад, великолепный трейдер, и у нее была очень хорошая система. Если бы она вот сейчас смотрела, она, к сожалению, умерла. Один из тех случаев, когда у богатых людей очень плохое медобслуживание бывает. Если бы она сегодня смотрела на это золото, я знаю, что бы она четко сделала. Она бы распечатала этот график, нарисовала бы на нем красным карандашом, чего она ожидает, то есть изменение цвета, и приколола бы его к стене своего офиса, где у нее стояла вся ее трейдинговая аппаратура. Каждый раз, подходя к столу, она бы смотрела на этот график и знала, что ей надо делать. То есть, когда я заходил к ней в ее кабинет, я всегда видел, что она планирует, чем она планирует торговать в ближайшие дни или недели. И когда эта сделка уже начиналась или отменялась, она срывала этот график, выбрасывала его. То есть, там ее тактика висела на стенках. Ее невозможно было пропустить. Очень простой, низкотехничный, но очень эффективный метод. График, который стоит вырезать и повесить на стенку. Напоминание себе. Алекс, когда приедешь домой, распечатай, повесь на стенку. Запомнили. Теперь, в дополнение, посмотрим также валютный рынок. Ну, как всегда, на примере евро-доллара. Евро на неделе. Опять-таки, стратегическое решение на недельном графике. Евро поднимается. Евро поднимается. Импульсная система зеленая. Она говорит, хочешь торговать евро только на повышение. Или стой в сторонке. Ты не обязан торговать. Но не имеешь права его коротить. Смотрим на дневной график с правой стороны. Значит, то же самое. Зеленый. Имеешь право купить. Имеешь право стоять в сторонке. Но не имеешь права его коротить. Если вы очень краткосрочный трейдер, то почему бы и нет в дейтрейдинге четко играть на повышение. Для себя, я бы сказал, что момент покупки уже прошел. Поезд ушел. Будет следующая остановка. Мы видим, что на недельном графике, опять-таки, урок на сегодня. Недельный график. Вы видите, когда он был красный, красный, красный. А потом возник зеленый штрих. А потом еще раз красный. Нет, у правого края совсем. Ближе к правому краю. Когда золото стало падать этой осенью. Красный, красный, красный. И зеленый штрих. Потом еще один красный штрих. Вот в это время, когда золото падает в зону ценности, в зону ценности. И красное исчезает. Вот это вот сигнал на покупку. То же самое на дневном графике. Красный, красный, красный. И вот первый синий штрих. То есть, этот сигнал был за два дня до окончательного донышка. То есть, это не автоматическая система для трейдинга. Не то, что цвет поменялся, покупаем. Но это система, которая звонит в колокольчик. И говорит, мужик, у тебя был запрет покупать евро. Запрет отменен. Можешь смотреть на него. Вот тут-то, вот тут-то. Начинайте смотреть на графики, анализировать. Но импульсная система – это система цензуры. На рынках все позволено. Если у вас есть деньги на счету, можете совершать любую глупость. Никто вас не остановит. Импульсная система – это система цензуры, которая говорит, это запрещено. И когда запрет снимается, вот тут-то, тут-то, тут-то надо искать сделку. В данный момент система говорит, можешь играть на повышение, получаю удовольствие или постою в сторонке. Опять-таки, будет новая паника, будет новый спад в зону ценности. Красная импульсная система. И потом красный бар уйдет. Вот тут-то станет интересно. Спасибо, Александр. И завершим, наверное, наш обзор по ключевым рынкам нефтью марки Brent. Потому что нефть тоже активно двигается последние несколько дней. Я уже долго бык по нефти, потому что мировая экономика улучшается. Нефть – это кровь мировой экономики. По мере того, как жизнь в цивилизованном обществе восстанавливается. Вы, вероятно, слышали, что три фирмы в Америке собираются выпускать, уже создали и ждут последнего разрешения, начинают выпускать вакцину. Эффективность 95%, 94,5% и еще 90% с чем-то. И я недавно видел интервью с изобретателем одной из этих вакцин, которая говорит, что эта зима будет еще тяжелой, а к следующей зиме все будет нормально, жизнь вернется на круги своя. И, естественно, люди начнут путешествовать, спрос на горючее, экономика расхутится сильнее. Я думаю, что нефть в долгосрочном бычьем тренде. Но, опять-таки, если вы хотите ее покупать, то покупать ее лучше не гнаться за нее, как сейчас она летит, а в зоне ценности. В зоне ценности. Хорошо, Александр. Я думаю, что мы можем тогда на текущий момент сказать про конкурс. То есть, раз уж мы переходим тогда к акценту. Да, да, да. Вы знаете, я с удовольствием посмотрел на эти акции, и вы мне прислали совершенно замечательную сеточку. И, если я не ошибаюсь, то Вадим, который покупал IMO. IMO, да, Вадим S. Я обязательно, если Вадим у нас не присутствует, то здесь напишу на нашем YouTube-канале, и мы подарим вам книгу с автографом. То есть, я напишу вам, что нужно сделать для того, чтобы ее получить. Поэтому, Вадим, мы вас поздравляем. И буквально два слова скажу от себя. То есть, в принципе, мы видим, что были достаточно, ну, несколько финалистов. То есть, был Вадим, был также компания Writing Technology. То есть, там порядка 41% был рост. Очень хорошая, они купили военную акцию Ratio. Но еще один момент, который я обратил внимание, когда подсчитывал, это самые убыточные сделки, которые были, это шарты. То есть, рынок растущий. Те, кто предлагал как раз шарты и по Visa, и по акции, например, RDS, то есть, там было снижение порядка 60%, ну, точнее, был рост, да, то есть, против шарта. Поэтому шартить – это довольно-таки рискованное предприятие. Все зависит от времени, Роман. Все зависит от времени. Когда рынок, когда на медвежьем рынке деньги в шартах. И, кстати, я очень люблю шартить. Я предпочитаю шартить покупкам. Но надо смотреть в окно, смотреть, какой сезон, какое время года. В данный момент мы живем в бычьем рынке. Причем главный фактор этого рынка – это не выборы и не вирус. Главный фактор этого рынка – это то, что учетный процент в Штатах около нуля. И во всех западных странах учетный процент около нуля. Если вы пенсионер или, как правило, пожилой человек, который скопил денег за жизнь, за свою рабочую жизнь, и сейчас он хочет на эти деньги получать какие-то проценты, чтобы покупать себе вкусную еду и, может быть, съездить куда-то. Понимаете? То есть люди ждут процентов. Я получил предложение от своего банка. Они предлагают, я могу запереть деньги на год, они предлагают порядка, по-моему, 0,9% процента. 0,9%. Понимаете, да? Я не живу на эти проценты, я живу на трейдинг и на бизнес. Но люди, которые… То есть, короче, у людей, которые хотят какой-то иметь навар со своих денег и которые не трейдеры, не трейдеры, у них есть два выбора – или недвижимость, или акции. Например, деньги, которые мой банк хотел запереть на год, я вложил в акции компании AT&T – American Telephone and Telegraph. Это одна из крупнейших телефонных компаний. Когда я покупал, дивиденд был 8%. 8% годовых. Акция поднялась очень хорошо. Сейчас, значит, дивиденд поэтому 7%, поскольку акция дороже, а дивиденд тот же самый. Акция, которую я очень пропустил, ужасно жалел, и жду возможности купить. Это компания Mobile, тикер XOM. У них дивиденд 9%. И это нефть. Это акция, которая делает деньги на нефть. То есть, любой человек, у которого есть хоть немножко финансовых знаний, принесет деньги на фондовый рынок. И вот это главный фактор, поддерживающий рынок. Пока Федеральная резервная система держит процент около нуля, деньги будут идти на биржу. А деньги – это то, чем биржа живет. Ну и на декабрь, то есть сейчас вы видите, то есть те акции, которые прислали в этот раз, мы стали принимать по одной акции, потому что мы не успеваем в ходе вебинара рассмотреть все. И сейчас вы видите перед собой список. Ну, помимо акций, есть предложение шарта по DAX. Собственно, мы зафиксируем… А DAX есть, кстати, я посмотрел, Роман. DAX есть ETF. Мы можем шартить DAX. Да, да. Ну и в Адмирал Маркес тоже есть контракт, который позволяет шартить DAX. Поэтому я его тоже сюда включил. И то есть мы действуем следующим образом. Я еще в конце напомню про конкурс. То есть мы зафиксируем цену, которая будет сегодня на закрытие рынка, потому что завтра праздник в США. и посмотрим за день до нашего следующего вебинара, который будет 16 декабря. Ну и, собственно, акция, которая покажет лучший результат. Ну, собственно, это будет наш победитель. Вот. Сейчас, Александр, я готов передать рабочий стол вам. Сейчас я останавливаю себя. Роман, я… Так, share screen делаем, да? Share screen. И я хочу показать вам… Окей, начнем. Начнем, окей. Значит, вы сейчас… Так, вы видите мой экран сейчас, да? А сейчас пока нет. Так, еще раз. Share screen. Где-то, где-то, где-то. Desktop. Сейчас вы видите мой экран? Пока нет. Там, скорее всего, нужно еще выбрать окно, и тогда он пойдет. Так, еще раз. Внизу зеленая кнопка, share screen, да? А, вот, нашел, 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 нашел. Очень обрадовался. Да, все отлично, мы видим трейд-стейшн, да. Отлично. Вы знаете, давайте… Пришли очень хорошие вопросы. Я очень быстро начну с этих вопросов, а потом посмотрим эти тикеры. Хорошо. Значит, пишет Виктория. Доброго дня, Александр. На встрече в октябре я обещал подготовить ответ на вопрос Николая о моменте выхода из сделок и показать конкретные графики своих выходов. Ждем. Будем рады увидеть. Спасибо. Давайте посмотрим. Значит, сейчас мне нужно будет прийти только на другой экран. Так, 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 так. Вы знаете, это я лопухнул. Нужно было, конечно, два привезти этих. Два. Так, сюда. Окей, а, stop share. Окей, сейчас я разбираюсь с темой. Share. И я вам покажу, где это, где это, где это. Вот здесь, по-моему. Вот так вот. Значит, как я выхожу из сделок? Я вам покажу просто несколько недавних сделок. Выход. Как я сказал, я бык по нефти, да? И одна из моих сделок была в октябре, в ноябре, в ноябре, как сейчас, ноября началась. Покажу вам пару сделок. Сделка по нефти. XLE – это ETF, то есть это как бы поевой фонд, который только вкладывает в нефтяные компании. Значит, нефть идет на понижение, XLE идет на понижение. Александр, вот мы сейчас видим только вот список, который у вас... А, вы не видите это, да? Так, 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 еще раз тогда. Stop share. Share screen. Где же это? А, вот. Отлично, видим. Да? Окей. Значит, как я купил? Значит, во-первых, я бык по нефти. Я жду, чтобы нефть опустили. Покупаем нефть и покупаю нефтяные акции. Видите, зеленая стрелочка показывает, вертикальная зеленая стрелочка показывает, где я купил эту акцию. За три дня до этого эта акция пробила зону поддержки и на следующий день вернулась обратно. Для меня это один из самых лучших моментов до входа в рынок. Я называю это ложный пролом. Акция пробивает поддержку, отказывает, но отказывается идти ниже и возвращается обратно в зону. Значит, ложный пробой. В то же время, бычья дивергенция МСД гистограммы, бычья дивергенция МСД линий. И это было за день до выборов. Выборы, значит, нефтяные акции взрываются и они достигают. Вам видно, я надеюсь, тут у меня как тройной конверт у меня нарисован. Да, мы видим. И они достигают верхнего конверта. Это, кстати, имеется в Элдро-диске для метатрейдера. Этот расклад тоже есть. Они достигают третьего конверта. Это экстремальный уровень. И на этом я считаю, что сделка выполнила свою роль. Может быть, акция пойдет выше. Она на самом деле пошла выше. Я пробовал слишком рано. Но это дисциплинированный выход. Сделка подошла к верхнему конверту. И тут-то я и снял прибыли. Я могу показать еще несколько за последние пару недель похожих сделок. Но я думаю, что в данный момент... А, вот еще, кстати, внизу. Видите, индекс силы. И видите, как индекс силы выскочил за пределы своего тройного конверта. То есть, рынок явно переоценен. Я просто решил... Сильное слово – это «хватит». Хватит. Может быть, пойдет выше. Это на самом деле пошло выше. Но это «хватит». Рынок бьет по тройному конверту. По верхнему из тройного конверта. Индекс силы переоценен. Снимаем прибыль, идем домой. Вот такой метод. Я могу показать еще несколько сделок, но я думаю, что это... Роман, как? Я думаю, что это... Ну, иллюстративно вы показали. Вот. Я думаю, что мы можем посмотреть акции, чтобы нам успеть. И тогда только... И еще только... Один вопрос, который я хочу... Два вопроса, на которые я хотел бы быстро ответить. Евгений пишет. Подскажите, каким образом можно построить упоминаемый в данном видео график индикатора новых высот, новых низов? Или ресурс, сервис, на котором можно его посмотреть? Вы знаете, Роман, я вам могу послать, и вы это разместите. Это есть веб-сайт, где эта информация дается бесплатно. И другое дело, что ее скачивают... Ее нужно снимать каждый день. Требует работы. Такое плохое слово. Работы требует. Но я уже снимаю ее не первый год. Если я забыл... Если я просто делаю отметку, послать Роману, и вы тогда эту информацию можете разместить. И Анна тоже написала, в течение торговой недели цвет недельной импульсной системы может меняться. Стоит ли для входа в сделку руководство изменением цвета ближе к концу недели, в четверг или в пятницу? Абсолютно. Анна, это сигналы импульсной системы в понедельник и во вторник. Я им не очень доверяю. Иногда, но не очень. А уже в четвергую и пятницу очень сильно. Это вы хорошо подметили. Окей, три вопросы. Очень хорошие все три вопроса. Давайте посмотрим на акции. Мы не уложимся, я не уложусь в час. Так что, надеюсь, Роман, вы не обессудьте, если мы минут на 10 затянем этот... Я не против. Если у вас есть время, то я только за. Так, stop share. Share screen. Trade station. Окей, вы видите экран теперь, да? Да, все отлично. Окей. Значит, я очень рад, что мы это правило ввели. Максимум одну сделку на человека, потому что иначе просто было масса. Так, Константин пишет. Long EOG. Это, если память не изменяет, одна из нефтяных компаний EOG Resources. Как всегда, стратегическое решение на недельном графике, тактическое на дневном. На недельном графике акция встала на хвост и приближается к верхнему конверту. Индекс силы переоценен. И я не люблю гоняться за акциями на дневном графике. А дневной график мне говорит, покупка нелегальна. Покупка нелегальна. Почему? Потому что весь дневной график выше верхнего конверта. Я представляю себе любой рынок как маниакально-депрессивного пациента. И когда рынок ниже нижнего конверта, то у него депрессия. Вот здесь у него был депрессивный эпизод в конце октября. А когда он выше верхнего конверта, у пациента маниакальное состояние. Я не бегаю с маньяками. То есть, когда рынок в депрессии, я ищу покупки. Когда рынок выше верхнего конверта, я ищу продажи накоротка. Но в данном случае зеленая импульсная система запрещает мне продавать накоротка. Поэтому следующее. Когда я сам анализирую акции, я не трачу много времени на них. Окей, слишком высоко. Хочу только забирать на понижение на этом самошедшем уровне. Импульсная система зеленая. Сделки нет. Поехали дальше. То есть, быстро. Акций много. Не надо тратить много времени. Я давно определил, когда я начинаю рассусоливать какую-то акцию, то эта сделка оказывается неприбыльной. Сергей хочет закоротить DAX. Смотрим на недельный график. Мы смотрели на DAX на вашей системе, Роман. DAX приближается. Это ETF. То есть, это DAX, который можно коротить в системе. DAX зеленый, коротить нельзя. Но эта желтая точечка показывает, что на следующей неделе, если DAX будет торговаться ниже 29.06, я имею в виду не индекс DAX, а DAX как ETF, то импульсная система переместится из зеленой в синюю, и продажа станет легальной. Смотрим на дневной график. Трудно сказать. Вы знаете, очень много гапов. Я обычно избегаю такие акции, в которых слишком много гапов. Можно попасться. Не привлекают сделки. Я согласен, что коротить ее хочется, но сделка сильно не привлекает. Алексей хочет купить Intel, Я уже две недели смотрю на Intel, все хожу вокруг да около, но никак его еще не купил. Но присматриваются уже две недели. Очень приятно выглядит на недельном графике. Цены достигли уровня поддержки, оттолкнулись от него. Имеется дивергенция MACD гистограммы, имеется дивергенция индекса силы. Импульсная система синяя, поэтому покупка легальна. Мы не ждем зеленого. Зеленый – это уже все. Поезд ушел. А то, что перестало быть красным, вот где интересно. Смотрим на дневной график. На дневном графике Intel уже немножко переоценен. Видите, как индекс силы, эти желтые точки показывают, что индекс силы вышел из конверта. Но зоны ценности находятся где-то в районе 46.13-46.50. Где-то на 50 центов ниже. Я бы продолжал присматриваться к покупке, но покупать только ниже уровня, ниже зоны ценности. Алексей предлагает купить CPRT. Я не припомню, что это такое. КОПАРТ. Вы знаете, почему бы и нет? Почему бы и нет? Акции четко находятся в тренде, идущем вверх. У акции был маниакальный эпизод три недели назад, когда она открылась на гэпе. Потом ей стало хуже, она стала опускаться. И в прошлую неделю, и в эту неделю акция касается зоны ценности. Импульсная система синяя. Можем делать, что хотим, покупать или продавать. Значит, нет запрета на покупку, а тренд четко вверх. Смотрим на дневной график. Ну, как занятно. Посмотрите. Вау! Сегодня... Вот был долгий эпизод. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Семь рабочих дней. Импульсная система дневная была красной. А сегодня она стала из красной синий. Значит, сегодня эта акция стала легальной. МСИ-дегистограмма вычерчивает, ну, не то чтобы дивергенцию, но такое довольно бычье двойное дно. Индекс силы у правого края повернул вверх из депрессивной позиции. Так что для меня это вполне, так сказать, легальная сделка. Я бы... Что я хотел бы сделать? Вы этого не увидите, но это... Ну, я вам показывал раньше. Я хочу на секунду взглянуть на... Есть программа, называется Finviz. Я там смотрю. Значит, когда... Какой короткий интерес в этой акции? Всего полтора процента. Это легальная покупка. Хорошая акция. Хорошая акция. Едем дальше. Илья хочет закоротить General Motors. Опять-таки, Роман, как вы сказали, в прошлый раз все шорты просели довольно крупно. Ну, и это не странно, потому что за день до выборов, с 3 ноября, рынок встал на хвост и пошел вверх. Кстати, то же самое было 4 года тому назад. За день до выборов рынок стал подниматься. Я, правда, когда подумал, что победит тот же самый кандидат, но получилось наоборот, к сожалению. General Motors. На недельном графике акция находится в маниакальном положении, выше тройного конверта. И внизу индекс силы показывает, что рынок жестко переоценен. И эта желтая точечка справа говорит, что на следующей неделе, если GM будет торговаться дешевле, чем 49,65... Нет, нет, не может... Оговорился. 45,65. То есть сейчас она 45,42. Если она не поднимется выше 45,62, то импульсная система станет синей. И торговать на понижение станет легальным. Смотрим на дневной график. Не нравится. Не нравится, потому что, видите, нет никакой дивергенции на дневном. МСД линии выше, гистограмма держит свой уровень. Нет, не привлекает. Для того, чтобы входить в такую фрисковую сделку, акция очень высока, хочу закоротить. Для этого мне нужно увидеть, что на дневном есть какие-то дивергенции. А тут дневной рынок очень сильный. Поэтому я бы эту GM пропустил. Но мы узнаем через месяц. Я могу быть совершенно неправ. Может быть, GM вообще упадет в стартерары. Но без меня. Владимир хочет... Он предлагает акцию, но не предлагает вверх или вниз. Я в этом случае записываю, что это лонг. Я склонен согласиться с вами. PFE. Вы знаете, компания... Это первая компания, которая заявила о надежном тестировании вакцины. Естественно, первая в мире вакцина была создана в России. Ее тестировали то ли на 30, то ли на 70 людях. Pfizer тестировал свою вакцину на 30 тысяч человек. Чуть-чуть лучше. Мне интересно, когда российская элита начнет вакцинироваться, они будут вакцинироваться своей вакциной или покупать ее прогнившего Запада. Это такой тяжелый вопрос. Акция сильная. Акция сильная. Импульсная система зеленая. Немножко цены переоценены, как мы это видим на индексе силы. Но акция совсем недалеко от зоны ценности. Смотрим на дневной график. Вы знаете, это легальная покупка. Зеленая на недельном, синяя на дневном. Но акция сидит очень плоско. Pfizer уже обещала, что по крайней мере в первые полгода она будет продавать вакцину по себестоимости. Причем по всему миру. Не будет зарабатывать на ней. Поэтому для меня это не супер привлекательная акция. Легальная, но не супер привлекательная. Едем дальше. Светлана предлагает компанию QDEL. Александр, задам быстрый вопрос. Да, пожалуйста. Который по теме сейчас пишет в чате. Можно ли держать лонг по акции, если шортфлоу 50-60%? Не расслышал. Можно ли держать лонг, если шортфлоу по акции 50-60%? Короткий ответ – да. А у них есть какая-то акция, на которую они хотят посмотреть? Дмитрий, напишите, пожалуйста, в чате, что это за акция. Потому что, возможно, она Александру ее распечатает и будет за ней активно следить. По крайней мере, сейчас мы на нее посмотрим. Это я точно вам говорю. Вы знаете, короткий интерес – это очень занятная штука. Короткий интерес есть во всех акциях. Во всех акциях. И это сравнивает с тем, что даже человек, который никогда не пил спиртного, пива, алкоголя никогда, у него все равно в крови есть крошечное содержание алкоголя. Почему? Потому что это нормально для организма – крошечное содержание. Точно так же у всех акций есть какой-то короткий интерес. Один процент, полтора процента. Я начинаю интересоваться, когда короткий интерес поднимается выше десяти. Вот Дмитрий написал акцию RDHL. Я открыл Финвиз, и там написано, что 89% шортфлот. Красиво. Что это значит? В свое время у Теслы был огромный короткий интерес. Люди коротят. То есть, теперь одно из четырех. Либо они очень умные, они знают, что это акция отброс, и ее надо коротить. Либо они ошибаются. Если они ошибаются, если акция чуть-чуть начнет подниматься, эти шорты начнут лихорадочно покупать, чтобы выйти из короткой позиции. Я всегда сравниваю большой короткий интерес. Это как держать баки с бензином в гараже. Это не значит, что гараж загорится, но если он загорится, он еще так рванет. То есть, очень занятно. Очень занятно. Red Hill Bio Farmer. Но Дмитрий как раз написал, что держит эту акцию больше года. Больше года. Порадуемся за Дмитрия. Да. Год тому назад она стоила где-то около 6 долларов, сейчас она стоит около 9. То есть, прибыль приличная, но не сумасшедшая. А на данный момент акция красная на недельном графике, но если она поднимется уже на этой неделе выше чем выше 9 долларов, то есть, сейчас она стоит 80, она из красной перейдет в или синюю, или зеленую. На следующей неделе точкой пересечения 8.72. То есть, если эта акция не упадет против сегодняшнего дня, она станет легальной на следующей неделе. Смотрим на дневной график. Очень неплохо. Очень неплохо. Акция упала, подскочила на прошлой неделе. Ее столкнули вниз вчера. Вчера она была красная, а сегодня она уже опять зеленая. То есть, имела все возможности упасть и не воспользовалась ими. 8.71 последняя последняя цена. R, D, H, L. Согласен с вами, Роман, я начну за ней следить, и может быть, даже немножко куплю, не откладывая в долгий ящик. Занятно, очень занятно. Кстати, такой побочный сноска, побочный совет. Если вы смотрите на какую-то ситуацию, которая вас интересует, но вы считаете, у вас нет времени ее отслеживать, или вы боитесь, или у вас нет достаточно денег, чтобы сыграть на эту акцию, купите крошечную сумму. То есть, бумажные сделки не стоят бумаги, на которой они напечатаны. Потому что в бумажных сделках нет реальности, нет эмоций. Вас интересует вот такая акция, купите хоть десяток их. Это будет стоить 82 доллара. Но это будет настоящая акция, это будет настоящая сделка, а не просто вот, я напишу на бумажке, а потом посмотрю. В этом нет эмоций. Если вы хотите что-то попробовать, пробуйте настоящими деньгами. Можете это делать крошечными деньгами, но настоящими. Интересная сделка, спасибо большое. Чья это? Вы записали имя, Роман, да? Да, это был Дмитрий. Дмитрий, я обязательно тоже добавлю тогда у вас в наш список, да, и написали. Так, QDEL, я не помню, я смотрел на нее раньше, что это, я на Финвиз смотрю, QDEL, это медицинская диагностика. Я не знаю, что мне не нравится, это огромное количество гэпов на этой акции. Какая-то она очень дерганная. Нет, не нравится. Игорь предлагает зебру в лонг. Я только надеюсь, что Игорь не прав, потому что я зебру закоротил. Зебра. Компания на совершенно сумасшедшем уровне выше тройного конверта. Как я ее закоротил, если она зеленая на недельном графике? А, я ее закоротил, потому что потому что дивергенция на MACD гистограмму и потому что индекс силы подал мне этот сигнал. Но на данном на данном этапе я сижу в негативе по этой акции. Так что в следующем месяце мы узнаем, кто из нас прав и кто виноват. Хотя нередко бывает ситуация, я это наблюдаю в группе, которую я веду для трейдеров SpikeTrade.com, что два человека выбирают одну и ту же акцию в разных направлениях и оба делают деньги. То есть дело не в выборе акции, а дело в управлении, в управлении своей сделкой. Так что посмотрим, Игорь. Посмотрим. У нас остается четыре акции посмотреть. Вадим ARCH. По-моему, это энергетическая компания тоже. Где она? ARCH. Угольная компания. Очень странно. Очень странно. Очень странно. Потому что я понимаю, что при Трампе уголь мог подняться, но сейчас при новой администрации я буду... Технически выглядит очень прилично. На недельном графике на дневном немножко переоценена, но стоит купить, когда опустится в зону ценности. Но я просто побоялся бы ее покупать, потому что с новой администрацией в Вашингтоне о нефтяной компании я бы, конечно, беспокоился. три сделки осталось посмотреть. Биоген. Би-ай-ай-би. Опять-таки, я избегаю общаться с очень такими дерганными людьми. И я избегаю торговать дерганые акции. Гляньте на этот график. Какой-то истерический эпизод и потом, значит, сон. Истерический эпизод сон. Истерический эпизод. Вот так вот, да. Но кому-то такие нравятся. Netflix. Long. Netflix, конечно, очень хорошо поднялся во время этой пандемии. Люди сидят по домам, делать нечего, все смотрят телевизор. Но сейчас у Netflix появляются все более серьезные конкуренты. Акции никуда не идут. у нее, как она вот к июлю поднялась и с июля она сидит на том же самом месте. В зоне ценности чуть-чуть ниже. Импульсная система красная. Покупка нелегальна. Смотрим на дневной график. Ничего особенного. Ничего особенного. Ничего особенного. И последняя акция это Alcoa. Это компания, которую выбросили из Dow Jones. Как ее выбросили? Ей стало гораздо лучше почему-то. Она продолжает подниматься. Это компания, которая производит алюминий. Пивные банки в том числе. импульсная система зеленая. Тренд вверх. Смотрим на дневной график. Вы знаете, очень неплохая акция для такой краткосрочной игры. Краткосрочная имею ввиду держать сделку неделю на вскидку. Тренд четко совершенно вверх на недельном графике. Смотрим на дневной график. И что мы видим? Начало сентября. Паника. Конец сентября. Опять паника. Конец октября. Паника. Середина ноября. Паника. Как вы думаете, может быть, будет еще одна паника? Или две? Или три? Или четыре? Значит, что нам нужно сделать? При каждой панике цены падают. Посчитайте, насколько долларов ниже. Вы знаете, извините, пожалуйста, я вместо Алько поднял другую компанию совершенно. Я написал A, одну А вместо двух. Agilent. Это технологическая компания. Ну, удачно натолкнулся. То есть, это не в конкурс. Смотрите, скользящая средняя на этом уровне стоит, скользящая средняя 98, а самая нижняя цена 95, значит, на 3 доллара вниз. Смотрим следующую панику. скользящая средняя опять-таки 98, нижняя точка 95, на 3 доллара ниже. Смотрим на эту панику. Скользящая средняя 103,5, нижняя точка 100,5, опять на 3 доллара ниже. Если вы начнете просчитывать каждый день 22-дневную скользящую среднюю и ставить приказ купить, ну, не будем жадничать, на 2 доллара ниже, не на 3, а на 2, дадим немножко пространства, то в какой-то момент будет очередная паника, и вы окажетесь владателем этой акции. После этого надо ждать, чтобы она поднялась выше зоны ценности, там снимать прибыль. Но это требует работы, надо уже каждый день просчитывать. Ладно, мы отвлеклись, но отвлеклись, кстати, на интересную акцию. Последняя акция в конкурсе это Alcoa, компания выброшенная из Dow Jones. Выше компания в маниакальном состоянии. Я не бегаю с маниакальными людьми на дневном графике. Вы знаете, хорошо тому, кто раньше ее купил, но это был не я. А гнаться сейчас за ушедшим поездом это очень рисковое дело. Вы знаете, Роман, мы посмотрели столько акций, я затрудняю сказать, для того, чтобы сказать, какая из них мне понравилась больше всех, мне нужно было потратить еще часок, рассмотреть каждую, цифры, все. но сходу хочу сказать, что это RDHL звучит очень занятно. Хоть небольшую позицию, но я в ней собираюсь взять. Ну и посмотрим. Спасибо, Александр. Вот это, кстати, единственная акция, которую мы включаем, ну, немножко вне правил нашего конкурса. Я попрошу Дмитрия написать мне на почту на roman.isakosabokanaromarkets.com, чтобы я имел возможность с вами связаться, если эта акция как раз победит в следующем туре. А если, Роман, а если она упадет, то чтобы он не возместил потери? Ну, здесь нужно без Дмитрия, без Дмитрия мы не можем это, к сожалению, решить. Шутка, шутка. Я напомню про конкурс, да, как обещал, то есть у нас период конкурса будет чуть меньше, потому что следующий вебинар у нас будет 16 декабря, потому что начнутся праздники, и вот наш завершающий вебинар в этом году будет 16 декабря, поэтому мы те акции, которые рассмотрел Александр, мы берем этот период сегодняшний день по 16 декабря, соответственно, та акция, которая покажет лучший результат, она и получит книгу с автографом Александра, а для того, чтобы принять уже участие в следующем конкурсе, итоги, который мы подведем в январе, нужно будет на нашем YouTube-канале, на YouTube-канале Admiral Markets к записи этого видео, во-первых, поставить к нему лайк, подписаться на канал и предложить один инструмент, который на момент, как раз с конца января по конец февраля, по вашему мнению, может показать лучший результат, как в long, так и в short. Сейчас мы рассматриваем только одну акцию, которую вы предлагаете, и, как мы уже договорились, лучше рекомендовать эту акцию ближе к дате вебинара. В следующий раз она появится уже, я объявлю уже дату, которая будет ближе к танцу января, чтобы вы смогли сориентироваться ближе к этой дате и написать, потому что если вы напишете за три недели до вебинара, то, конечно, поиск уже может несколько уйти, как сейчас мы видим по алковой, например. Но ваши вопросы, вот я еще раз, было очень много вопросов в чате, мы тоже принимаем на YouTube-канале. То есть вопросы вы можете писать, как только вы увидите запись вебинара, сразу же оставляете вопросы, чем раньше вы их напишете, тем больше вероятность того, что они попадут как раз к Александру и мы сможем их как раз на следующем вебинаре. Прилагаю ссылочку на YouTube-канал, поэтому не забудьте на него подписаться и следите за как раз загрузкой данного видео и там вы сможете написать. Александр, что-то хотели бы от себя добавить? Спасибо большое, я просто глазам в своем не верю. Вместо часа почти полтора часа проговорили, но надеюсь, что вы не в обиде. очень незаметно пролетело. Спасибо большое, Александр, спасибо, как всегда, за очень интересный вебинар. Себя поздравляю с наступающими праздниками, наслаждайтесь новым домом, таким приятным домом. Новый дом – это стройка в данный момент. Я думаю, что мы сюда несколько месяцев еще пока сюда переедем. хорошо. Всем спасибо за участие. Будем рады вас видеть на следующем вебинаре, который будет 16 декабря. Если вы пришли на это, то ссылка на следующий вам придет, вам придет напоминание, дополнить и регистрироваться не нужно. И уже рассмотрим в следующий раз новые акции, новые идеи и, собственно, то, как заканчивается год и что, вероятно, мы можем ожидать в следующем году. Спасибо большое, Александр, и тогда до декабря. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...